Победа, призерство в которых дает особые права при поступлении, если вы поступаете на равных правах с гражданами Российской Федерации, 100 баллов по профильному предмету или быть дочисленным без экзаменов. Также победа, призерство или просто участие в Олимпиаде школьников СПБГУ по определенным предметам в зависимости от того, куда вы поступаете, также может вам помочь при поступлении как иностранного гражданина в Санкт-Петербургский государственный университет. Собственно, выбор предметов достаточно большой. Здесь на слайде представлено 18 предметов от физики, информатики до менеджмента и технопредпринимательства. В этом году Олимпиада уже закончена, но в октябре, в этом учебном году Олимпиада закончена, в октябре 2021 года у нас начнется отборочный этап, который будет проводиться онлайн. В нем уже можно принять участие всем желающим школьникам. Что касается поступления в Санкт-Петербургский государственный университет, для иностранных граждан, собственно, у нас есть, как и везде, места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так называемые бюджетные места, и места с оплатой стоимости обучения, так называемые договорные места. Вся информация представлена на сайте, здесь вот на слайде есть адрес, куда можно зайти, где можно найти всю интересующую информацию, списки направлений программ, все требования, все программы вступительных испытаний, всю разболовку, всю информацию, которая вам необходима, которая вас интересует. Также у нас на сайте представлены видеоинструкции о том, каким образом необходимо подать документы. То есть у нас подача документов идет онлайн через личный кабинет поступающего, в котором вы регистрируетесь, заполняете определенные графы. В соответствии с этими графами у вас формируется заявление, вы его проверяете, подписываете, загружаете. Также в электронном виде в свой личный кабинет поступающего вы загружаете документ об образовании, документ, удостоверяющий личность. Если вы поступаете на бюджетные места, анкету заявления, собственно, видеоинструкции о том, как работать с личным кабинетом, куда подгружать какие-либо документы, если вдруг у вас возникают вопросы. В этой видеоинструкции все пошагово объяснено для того, чтобы ответить на все вопросы, которые могут возникнуть при работе с новым таким форматом загрузки документов в личный кабинет поступающего. Что касается приема в 2021 году, здесь на слайде представлены необходимые документы для поступления на бюджет, то есть это заявление, анкета заявления, которое можно скачать у нас на сайте, документы, удостоверяющие личность, медицинское заключение, справка, копия документа об образовании и согласие кандидата на обработку, передачу, хранение персональных данных. Все вступительные испытания у нас проводятся в форме конкурса документов в портфолио, то есть никаких дополнительных вступительных испытаний нет для иностранных граждан. Вы просто подгружаете свои документы в срок до 21 мая, если мы говорим о поступлении на бюджетную основу обучения. Важно очень, мотивационные письма, резюме, еще что-то, что вы пишете в рамках программы вступительного испытания, должны быть в обезличенном виде. Если мы говорим о поступлении на договорную основу обучения, здесь список документов немного меньше, и вступительные испытания проводятся тоже в форме конкурса документов в портфолио. Сроки приема, они чуть дольше, до 25 июня мы принимаем документы у тех, кто планирует поступать на договорную основу обучения. Что касается обратной связи, вы можете обратиться, если вас интересует, например, Олимпиада школьников СПБГУ, вы обучающиеся старших классов, но еще не выпускники, можно обратиться, посмотреть на сайте всю информацию и обратиться по почте, задать свои вопросы. Если вас интересует программа академической мобильности, вы уже там планируете поступать, вам интересно, каким образом вы сможете, например, по обмену куда-то поехать и так далее, то здесь тоже на слайде представлена и почта, и, собственно, страница тех, кто занимается программами академической мобильности. Ну, если у вас возникают вопросы, трудности с подачей документов, с поступлением и так далее, вы не можете найти какую-то информацию или, наоборот, хотите что-то уточнить, то вам уже тогда в комиссию по приему документов иностранных граждан. Вот Admission Sobac из ПБУРУ – это наша почта. И, собственно, вся информация, как я уже говорила, есть на сайте абитуриент из ПБУРУ. Там же есть видеоинструкции по заполнению личного кабинета и списки направлений, списки программ. Вся актуальная информация.